Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа о православии нашей жизни. В студии автор-ведущая, журналист Белла Заседская в Крещении Мария. Сегодня мы решили продолжить разговор о взаимоотношениях с близкими людьми. Эта тема всегда самая актуальная в жизни каждого человека. Поскольку она еще и весьма обширная, то сегодня мы поговорим, в частности, о взаимоотношениях детей и родителей. И поговорим о поведении не детей, как это принято, а нас, родителей. Беседовать об этом мы будем с Екатериной Алешиной, ведущей и соавтором программы «Школа любящих родителей». Напомню, что Екатерина Алешина уже была гостем в нашей студии, когда речь шла о программе профилактической работы с родителями детей группы РИСКО по развитию зависимости от алкоголя и наркотиков. Эта работа осуществляется в «Школе любящих родителей», занятия в которой проходят еженедельно по понедельникам в 17.30 в приходском доме Александра Невского храма по двору Артемия Вербольского монастыря. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Мария. Добрый день, уважаемые телезрители. Архангельский психоневрологический диспансер уже третий год тесно сотрудничает с «Обществом трезвости». И, да, конечно, наша программа «Школа любящих родителей» была разработана под руководством главного врача Ешковича Веры Анатольевны, потому что специалисты, которые работают в области оказания помощи семьям, столкнувшись с проблемой употребления алкоголя и наркотиков, они очень понимают важность именно работы с родителями, с родственниками. И мы готовы делиться вот этим замечательным своим опытом. Екатерина, ну вот тема нашей сегодняшней беседы звучит «Какой я родитель?». И, казалось бы, на первый взгляд, как можно ответить на этот вопрос? Вот каждый из нас, кто является родителем, наверное, так не задумываясь, ответит, что, в принципе, родители-то мы неплохие, поскольку заботимся о своих детях, воспитываем, кормим, даём образование. И, собственно говоря, что ещё нужно? Вот, пожалуйста, расскажите нам поподробнее. В жизни бывает так, что действительно родители очень озабочены тем, в какую школу пойдёт мой ребёнок, престижная эта школа или нет, какое он будет получать образование, в какую современную удобную одежду одеть своего ребёнка. И, конечно же, родители задают этот вопрос себе «Какой я родитель?», но в большей степени он направлен на внешние ориентиры, но не в глубину души. Что подумают обо мне окружающие, что подумает учитель, который учит моего ребёнка, соседи, которые сталкиваются на лестничной площадке. И, конечно же, вот если произнести слово «воспитание», то там звучит «питание». То есть это то, чем мы питаем своих детей, какие фразы мы говорим, как мы помогаем им справляться с болью, как мы выходим из конфликтных ситуаций. Вот об этом, к сожалению, родители задумаются во второй очереди. Я так понимаю, что если рассматривать эту тему, то здесь речь идёт о стереотипах родительского поведения, то есть о той модели поведения, о которой, в принципе, надо бы задумываться, чтобы её проанализировать. И вот, скажем, если брать отношения родителей с маленькими детьми, то, скажем, зачастую в отношениях с малышами мы употребляем такие вещи, которые являются неким запугиванием ребёнка, что ли. Если ребёнок нас не слушается, вот часто звучит фраза «слушайся, иначе я тебя чужому дяде отдам». То есть насколько вот эти вот вещи, эти манипуляции, они вообще возможны в отношениях между родителями, в отношениях к своим детям? Это действительно манипуляции. Родители также говорят «я тебе отдам детский дом», «не будешь слушаться», «я тебя запру в комнате». И самая страшная фраза, которую может услышать ребёнок, это «я тебя не люблю». И на самом деле ребёнок слышит от родителей, что он ненужный, что он неважный, что он никчёмный. Ведь если действительно меня готовы отдать какому-то чужому дяде, может быть, я действительно не так важен для своих самых близких. Поэтому вот эти фразы, они наносят большую травму психике ребёнка. Икатерина, а вот если говорить о тех словах, которые являются, скажем, запретными, те слова, которые могут действительно нанести вред психике ребёнка, вот какие они? Таких фраз, к сожалению, немало в обиходе родителей. Такая ранящая фраза, как «закрой свой рот». Притом такую фразу родители говорят и детям младшего возраста, и подросткового возраста, «что тебе надо?» То есть вот очень в грубой форме. «Перестань», «Уйди», «я тебя не хочу видеть», «ты достал меня», «быстро сделал», «чего тебе ещё надо», «чего тебе хочется-перехочется», «а ты меня спросил, что мне вообще нужно», «эгоист». Вот таких фраз действительно очень много. Ну вот так я понимаю, что это некая сниженная лексика, грубый именно в своём выражении язык, он действительно, скажем, интуитивно, мы чувствуем, что это нехорошо, некрасиво. Ну а вот, скажем, если более тонкие вещи рассматривать, уже повзрослевший ребёнок, подростковый период он переживает, подростковый возраст и некое непослушание там по отношению к родителям. Могут ли родители, а чаще всего так и бывает, что они начинают использовать давление своего авторитета, то есть пытаются надавить на подростка тем, что они старше, умнее, опытнее, и тем самым решить проблему. Правильно ли такое поведение? В семьях зачастую волю ребёнка пытаются подавить, сломать. Ведь очень удобно иметь послушных детей, родителям так удобно, учителям тоже удобно, чтобы в классе были послушные ребята, не задающие какие-то каверзные вопросы, к которым можно обратиться, и всегда выполнялись просьбы взрослых. У всегда послушных детей очень трудная жизнь, много подавленных чувств внутри, гнева, обиды именно на взрослых и порой на самых близких людей, это на маму и на папу. И в подростковом возрасте ребёнок может либо взбунтоваться против такого вот обращения к себе, что он должен быть послушным, он должен быть примерным, либо он может быть сломлен и действительно станет мягким, ведомым. Это тоже чревато. То есть развиваются такие предпосылки для того, чтобы в будущем ребёнок смог употреблять психоактивные вещества, такие как алкоголь, наркотики, то есть справляться с болью с помощью этих веществ. И сами родители порой на консультациях признаются, что они ненавидят своих детей, что ребёнок был такой послушный, такой отзывчивый, и вдруг вот он, откликаясь на все просьбы, превратился в бунтаря. Дети тоже учатся не любить, ненавидеть своих родителей, и поэтому в семье разрушаются отношения, становятся более частые конфликты. Вот когда я готовилась к нашей встрече, познакомилась с таким материалом, что психологи выделяют несколько типов деструктивного поведения родителей. В каких семьях проявляются эти типы? В своей работе мы опираемся на опыт специалистов, которые работают в детско-родительских отношениях. И есть такой замечательный автор книги и специалист Валентина Москаленко. Книга называется «Зависимость. Семейная болезнь». И прежде чем сказать, в каких семьях идут такие разрушительные процессы, очень важно сказать о том, что такое вообще дисфункциональная семья. То есть семья, где нарушены некие функции, в семье. То есть сюда могут относиться семьи, где есть проблемы алкоголизма и наркотиков у взрослых. Здесь может быть семья, где воспитанием занимается мама, а с отцом ребенка мама находится в разводе. И при том не просто в разводе, она всячески запрещает вообще говорить на эту тему со своим сыном или дочерью, не говорит или отзывается негативно в адрес отца. А семья, где есть тяжелые хронические болезни и дом полон напряжения, дом полон страха. Это могут быть и онкологические заболевания. Но об этом тоже никто не говорит. И ребенок вынужден как-то сам жить. Его не спрашивают, что он чувствует, потому что внимание взрослых, оно все приковано к тяжело больному человеку. Это могут быть семьи там, где частые конфликты, где применяются методы физического наказания, где не считаются с мнением детей. Хотя, казалось бы, есть и мама, и папа, и семья достаточно полная. Сюда можно также отнести семьи, где родители педагоги или папа военный. Потому что отпечатки профессии тоже вносят, к сожалению, в семьи. То есть вот такой вот спектр семей, где что-то идет не так. И когда мы говорим о том, что с подростком что-то творится неладное, что он стал употреблять наркотики, что он стал хамить учителям, мы всегда говорим родителям, что то, что происходит с ребенком, это отражение того, что что-то идет не так, чтобы нам на это посмотреть и разобраться в этом. Екатерина, в чем причина такого поведения родителей? Ну, здесь вот таких вот главных две причины можно выделить. Это установки самих родителей. То есть зачастую родители искренне считают, что если они взрослые, то им все можно. Если они взрослые, то они лучше знают, что нужно их дочери, во что одеваться, с кем дружить, какое образование получать. Искренне считают в том, что если они будут очень требовательными и жесткими, то они прекрасно воспитают своих детей, а то дети могут им сесть на шею. Ну и, конечно же, второй важный момент это детство самих родителей, потому что существует некий семейный сценарий, который родители реализуют, напитавшись тем, что было у них в семьях. Ну вот если привести пример, то, например, мама девочки сама в детстве воспитывалась мамой, где и папа был зависимый человек, маме приходилось работать на двух работах, она была старшей, и ей приходилось не по возрасту выполнять домашние поручения, следить еще за своей младшей и средней сестрой. Она рано повзрослела. И что может быть привычнее, чем выйти замуж также за зависимого человека и реализовывать этот сценарий? В данный момент эта мама тоже находится в разводе, также у нее супруг зависимый человек, а с дочерью тоже непростые взаимоотношения. Екатерина, но если говорить о типе поведения родителей, вот тип, называемый требовательный родитель, казалось бы, что здесь плохого, и чем может чревато быть такое поведение? Девиз требовательного родителя, если сказать очень просто, он звучит так, я твой начальник, а ты мой подчиненный, и в семье беспрестанно звучит слушайся, 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 ты должен, я считаю, то есть такие вот основные слова, которые произносят родители, по-простому, это авторитарный стиль воспитания. И как ребенку не послушаться, если выходя во двор своего дома, он встречает взрослых ребят, которые предлагают ему закурить или выпить, у него срабатывает уже автоматом слушайся, потому что слова нет, он не научился говорить в своей семье, попробуй скажи авторитарному, требовательному родителю, что нет, то есть он боится, боится агрессии со стороны родителей, проще послушаться, проще притвориться, но тем не менее, получается так, что ребенок не живет своей жизнью, а как бы пишет диктант по тому образцу, которому диктуют родители, и конечно же в душе на самом деле у него много гнева, много несправедливости в отношении родителей, в подростковом возрасте уже хочется отделяться детям, но родители лучше знают с кем тебе дружить, какую одежду тебе носить, какие кружки тебе посещать, кем ты должен быть, какую профессию получить, и вот если посмотреть на фразы, которые произносят дети своим родителям, то примерно они звучат так, немедленно сделай, как я сказала, перестань грызть ногти, я кому сказала, я знаю, что лучше для тебя, а ты молчи, тебя не спрашивают, быстро покажи мне свой портфель, покажи мне свой дневник, покажи свои карманы, переписку, сядь прямо, я сказала, пойдешь, значит, пойдешь, как миленький, очень трудно любить таких родителей, потому что, если вы заметили, то это одни глаголы, это одни приказания. Еще один тип родительского воспитания, тоже, наверное, узнаваемый многими, критикующий тип родителя, а здесь, чем это чревато? Критикующий тип родителя, это авторитарный тоже стиль воспитания, и он, если взять требовательного родителя, он такой вот умноженный, в двойной степени, как требователь, еще более жесткий, более агрессивный, и здесь вот такой давящий, можно даже сказать, тиранический стиль воспитания, если посмотреть, послушать фразы, которые произносят родители, то они звучат примерно так, все дети, как дети, а ты, и дальше идет оскорбление, какая же ты дрянь, говорит мама дочке, которая вот в порыве скандала, в порыве такой вот перебранки, ты такая же, как твой папаша алкаш, как ты меня достала, лучше бы я тебя не рожала, уйди с моих глаз неблагодарная, бестолочь безрукая, чтобы у тебя язык отсох, ты как с матерью разговариваешь, ну и разоделась, посмотри на себя в зеркало, на кого ты похожа, чтобы тебя тоже так же твои дети обижали, ну и друзья у тебя, такие же бестолковые, как ты сама, вот твой брат, вот он то, что нужно, и помощник, и учится хорошо, а ты посмотри, на кого похожа, при том родители, они могут критиковать, как в резкой, агрессивной форме, так и очень завуалированно, ты у нас девочка очень хорошая, посмотри, какая ты умница, но вот подружка у тебя, перестань с ней дружить, то есть, конечно, для подростков это очень унизительно, это вызывают протестные реакции, и опять же, существует риск того, что либо ребенок сломается, либо он начнет протестовать, и самое прекрасное средство для обезболивания, это любые психоактивные вещества и компьютерная зависимость. Екатерина, наверное, многие вот из нас примерили на себя вот те модели, о которых вы сейчас сказали, ну, скажем, диаметрально противоположный тип поведения родителей, сверхопекающие родители, казалось бы, полная противоположность тому, о чем сейчас шла речь, в чем здесь подвох? Да, действительно, когда мы проводим на группе это занятие, вот с родителями, оно у нас звучит по ролям, и равнодушных не остается, это очень сильно цепляет, цепляет свои такие вот потаенные струйки души, потому что все сразу себя действительно со стороны узнают. И это занятие, оно рассчитано не на то, чтобы родителей как-то обвинить и сказать, что вы там такие вот нехорошие родители, вы неправильно воспитываете, нет, а для того, чтобы мы остановились и еще раз посмотрели на то, что мы делаем, как мы говорим, какой посыл мы несем, как мы воспитываем своих детей. И, конечно, вот только можно сказать вот с этой точки отсчета, с честности, с честности своих слов можно уже говорить о том, что начнется путь изменения, потому что ни одному родителю, своего ребенка, еще в жизни не удалось поменять и не удастся. Менять можно только самого себя, свои установки, свои привычки, свои слова. Ну вот если говорить о сверхопекающем родителям, то кажется, ну что тут плохого, да, вроде такой заботливый, вроде такой ласковый, вроде такой вот сберегающий, опекающий. Ну вот давайте попробуем послушать фразы, которые произносит такой родитель, а звучат они примерно так. О, это не твои проблемы. Не переживай, я все улажу. Оставь уроки, я вижу, что ты устал, я за тебя все сделаю, допишу, дорисую. Не говори отцу, я сама ему обо всем расскажу, что у тебя неприятности в школе. Учительнице скажи, чтобы сама мне позвонила, а я с ней разберусь. Это не твои проблемы. Не переживай, я и в школе твои проблемы улажу с твоими оценками. Любимые вопросы родителей, которые опекают, это ты где? Когда ты придешь? Ты поел? Сделали ты уроки? То есть такой вот контроль, но в более мягкой и завуалированной форме. Но если говорить об этой усиленной заботе родительской, в чем же ее негативная сторона? Ну, вообще, конечно, родители в большей степени они не виноваты, то, что у них этот стиль воспитания проявляется. Скорее всего, они, наверное, тоже были очень сильно травмированы. Может быть, пережили какие-то серьезные утраты, расставания с близкими людьми и таким образом пытаются охранять, спасать своих детей. Но самое страшное заключается в том, что ребенок не взрослеет, что он остается маленьким, таким вот на долгие-надолгие годы. То есть под угрозой взросления ребенка, его счастья, его прекрасная жизнь. И в душе этот ребенок, он все равно понимает, он чувствует вот это раздражение и гнев на родителей. Он понимает, что именно они не разрешают ему взрослеть, не разрешают быть свободным. И зачастую бывает так, что дети такие склонны к болезням. У них бывает бронхиальная астма, другие проблемы со здоровьем. То есть как бы такая вот опекающая, удушающая любовь, она очень давит. Еще одна крайняя форма поведения родителей, это отстраненный родитель. Ну понятно, что это человек, которому нет детей по каким-то причинам. В чем здесь подвох? Ну здесь вот подвох заключается в том, что с виду это могут быть вполне благополучные семьи. Есть и мама, и папа. Но они настолько заняты, они настолько эмоционально недоступны, что ребенок слышит от них такой посыл, такой девиз, что ты попросту для меня не важен. То есть мама может быть занята работой, папа может быть занят работой, мама вечером приходит уставшая, и у нее просто не хватает ни сил, ни времени, а иногда даже родители просто не знают, как вообще вот общаться со своими детьми. Детьми занимаются, бабушки, гувернантки, или ребенок, наоборот, находится совсем один. И когда семья все-таки удается собрать всех членов за столом вместе, то, как правило, вот 5-10 минут они проводят, а затем разбредаются по всей квартире. Кто-то сидит в ноутбуках, кто-то сидит в наушниках, кто-то в телевизоре, как такового общения нет. И если послушать на фразы, которые нам могут рассказать о данном стиле воспитания, то они звучат примерно так. Ты видишь, мне сейчас некогда. Давай мы завтра с тобой это сделаем. Вообще любимое зачастую слово у родителей это слово «завтра». Здорово, если родители научатся делать сегодня. Мне некогда. Ты видишь, как я вся в работе. Мне неинтересно то, что ты говоришь. Я в тебе разочаровалась. Отстань, уйди, давай завтра. То есть я устала. То есть вот такие фразы, они отталкивают детей. И может быть риск, что когда-то ребенок больше не подойдет со своей просьбой. Детям очень одиноко. Они чувствуют себя потерянными в таких семьях. И зачастую уже вырастая, становясь взрослыми, они могут стать трудоголиками или также прибегнуть к обезболивающим средствам, к алкоголю и наркотикам. Чтобы в троеголизм они уходят, потому что доказать ценность свою, что я все-таки чего-то стою, что я не такой важный и ненужный. Каким образом подобное поведение родителей может отразиться на формировании личности ребенка? Здесь это очень важный момент. Вот во всех этих стилях воспитания, про которые мы сейчас говорили, образуются два лагеря. Это как бы угнетаемые и угнетатели. И здесь проигрывают все, потому что рушатся семейные отношения, рушится доверие. И как детям вообще в будущем научиться доверять людям, научиться доверять своим друзьям, этому миру, если самые близкие люди, они уже не в зоне доверия, что им нельзя доверять, им нельзя довериться. Потому что основные формы воспитания это лекции, нотации, упреки, оскорбления, физическое насилие. Рядом с эмоциональным насилием всегда очень близко стоит. Ведь не даром же говорят, что словом можно и обидеть, а словом можно и вылечить. И дети растут эмоционально незрелыми, эмоционально травмированными. Им трудно устанавливать отношения со сверстниками. Они также не могут становиться взрослыми, у них формируется низкая самооценка. Чувство одиночества, потерянности, много обиды. И очень часто человек, уже будучи взрослым, он несет эту обиду на своих родителей через всю жизнь, так и не став по-настоящему взрослым и не простив. Дети чувствуют гнев родителей за то, что они выросли такими беспомощными и никчемными. И профилактика то употребления психоактивных веществ, она не начинается на школьных уроках, она начинается именно с воспитания, именно в семье. Екатерина, ну и, казалось бы, совершенно недосягаемый уже для наших слушателей, вот как я, после того, как мы прослушали все эти вещи, тип родительского воспитания, это адекватный, уравновешенный, ответственный родитель. Да, это то, к чему нам с вами нужно стремиться, и его девиз — это любовь и уважение и принятие своего ребенка. Любовь и уважение принятия не за то, что он сделал, не за те хорошие оценки, прекрасные достижения в спорте или данные внешности, да, его любят. А его любят потому, что он есть, потому что он есть в этой семье. То есть, и, конечно, здесь родители, в первую очередь, они учатся слушать своих детей, учатся их уважать, не оскорблять, не стыдить, стыдить детей вообще нельзя. Учатся взрослеть вместе со своими детьми. И сами по себе служат таким очень здоровым образцом, что могут сказать, что я не прав, ты меня прости, потому что родители у нас действительно искренне уверены, что им просить прощения перед детьми не за что, что они всегда правы. Вот таких родителей, конечно, хочется уважать. И есть хорошая такая рекомендация для родителей попросить своих детей нарисовать рисунок, когда вы в гневе, когда кричите, когда спорите с ними, а затем просто посмотреть на этот рисунок и подумать, а вот вообще комфортно вот с вами, вот с такими рядом детям, где вы вот так вот себя ведете. Вот если послушать на слова, которые говорит ответственный родитель, я вижу, как ты старалась, понимаю твои чувства, ты огорчен, я могу тебе чем-нибудь помочь. То есть они не кидаются, не опекают сразу, они дают ребенку возможность набрать чувственный опыт. Я люблю тебя, я горжусь тобой, именно тобой, а не твоими успехами. Ты важный человек в нашей семье, и ты всегда можешь рассказать нам о том, что тебя волнует и тревожит. Мы не будем тебя критиковать и осуждать. У тебя получилось замечательно. Формирование самооценки это всегда дело семьи. И на похвалу родители тоже проявляют скупость. Такие слова, как молодец, умница, замечательно. Все. То есть такие вот три слова. То есть нужно учиться давать больше эмоций своим детям, чтобы они действительно это слышали. Екатерина, вот честное слово, хочется стремиться к такому совершенству нам, родителям. Ну вот каким же образом все-таки действительно к этому прийти? Ну, конечно, нужно обращаться за помощью к специалистам, потому что самому, так вот, прочитав множество литературы, а это только знания, нужны навыки, которые вот уже нужно применять. И поэтому нужно узнавать, учиться новым формам детско-родительских отношений, нужно развивать свою чувственную сферу. И в первую очередь, конечно, жить своей жизнью счастливой, пускай трудной, чтобы быть образцом для своего ребенка. Есть у нас в Архангельске группы самопомощи, где можно прийти и получить опыт других людей, как они справлялись с конфликтными взаимоотношениями. То есть никогда не поздно менять свое поведение и учиться быть счастливым. У нас на группе был замечательный случай, когда мама, очень долго работав над собой, у нее были проблемы во взаимоотношениях с ее сыном, у сына была компьютерная зависимость, с одного занятия она пришла домой и не как обычно зашла в комнату без стука к сыну, а постучалась, спросила разрешение, потому что родители тоже думают, что когда хотят, тогда и можно заходить в комнату и брать портфель. И подойдя к сыну, она сказала ему такую фразу, говорила ли я тебе, сынок, что я тебя люблю? Ты прости меня, пожалуйста, за то, что я так долго не говорила тебе эту фразу. Вот кресло, на котором сидел парень, оно развернулось, и вот, наверное, как вот со слов мамы, мы очень были тронуты этим рассказом на группы. Вот с этого только момента у них начались действительно какие-то изменения в отношениях, поэтому все начинается с любви. В заключение нашей программы хочу немного добавить также о православном опыте воспитания детей. Он подкрепляет то, о чем мы сегодня беседовали с Екатериной Алешиной. Вот, к примеру, что говорит наш современник, греческий монах, архимандрит Андрей Кананас. Если твой ребенок совершил какой-то недостойный поступок, ты совершаешь намного больше грех, устраивая из-за этого скандал, чтобы таким образом направить его по правильному пути. Зло не может быть исправлено новым злом. Когда ты тревожишь других людей и оказываешь на них давление, ты не сможешь успокоить их душу, не убедишь их изменить свою жизнь. Силою нельзя заставить человека изменить свою жизнь, нельзя навязать ему добро. Изменить можно только себя. Поэтому так часто наши слова не бывают услышаны, никого не убеждают и никак не влияют на остальных людей. Пусть твой ребенок растет тихо и спокойно, оставь его в покое, не читай ему нотации. Попробуй изменить себя. Стань немного отшельником и сихастом. Ничего, что ты живешь в городе, где шум и сумасшедший ритм жизни, живи немножко так, как будто ты монах. Старайся заниматься собой, взращивай в свою душу, копи в ней спокойствие, тишину и счастье. И когда она переполнится ими, ты сможешь передать все эти богатства своему ребенку без многословных речей и строгого одергивания его поведения, которые лишь раздражают. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. Я благодарю вас, Екатерина, за то, что вы приняли участие в нашей программе. И надеюсь, что наша встреча с вами продолжится. Спасибо, Мария, спасибо, дорогие телезрители. И я напоминаю о том, что Школа любящих родителей открыта для всех желающих каждый понедельник в 17.30 при храме Александра Невского. До свидания и всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok